Давайте определяться, какая доставка и где лучше работать, Яндекс или Деливери? Готов, если я сейчас тебе дам, например, 30 тысяч, просто взять и уйти со своей работы и просто сумку сжечь? Готов. Угу. Все, спасибо. Ты личное пространство убери, что ты снимаешь? Еще раз, подожди, что у тебя? Прогнуто. Привет, друзья, меня зовут Саша Жучкин, и первое, с чего я хочу начать этот выпуск, сказать вам большое спасибо, потому что на прошлом ролике мы собрали больше 20 тысяч лайков. Это прям очень круто, это означает, что мы движемся с вами в правильном направлении, и я, как и обещал, сегодня целый день буду работать в доставке Delivery Club. В общем, я сравню ее с Яндекс.Доставкой, расскажу, где больше платят, расскажу, где лучше работать и где лучше заказывать еду. Ну и, конечно, в конце, друзья, я прокачаю жизнь Олега, доставщика, так что досматривайте до конца, ставьте заранее лайк, ну и, конечно, нажимайте на этот колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Погнали! Салют! Салют! Расскажи, пожалуйста, как начинается твой рабочий день? Вот с чего он, прям, ты проснулся, окей, да, тебе пришло какое-то расписание или какой-то график тебе пришел? Что вообще, как происходит? Расписание вообще присылает Москва, а местный менеджер, ну, то есть, ему пишешь свое предпочтение, и он уже ставит. Я попросился именно сюда, рядом с домом. Но заказов еще не назначено, ожидайте. То есть, по сути, мы сейчас просто стоим тупо и ждем, да, заказы и все, больше ничего? Ну да, главное в этой работе, ну, именно для меня не забыть книгу. Давай, короче, ты сегодня, когда отнесешь какой-нибудь заказ, ну, или это буду я, прям, попросим чаевые. Ну, прям, типа, скажем, ну, дайте, пожалуйста, чаевые. Вот посмотрим, как человек отреагирует на просьбу о чаевых. Я предполагаю, что он, конечно, смутится и такой, типа, че? Ну, ты так не делал? Я нет. Ну, тогда это сегодня попробую я на своей шкуре. Попробую, так сказать, выпросить чаевые хотя бы, ну, хотя бы 10 рублей монеткой. Ну, заказ пришел. Сколько идти до туда? Добираем 2 ГИС. Лучше пользоваться 2 ГИС. Здесь указан даже вплоть до парадной. Ну, 800 метров вообще. Короче, а КФС-шка, да? Да. Всего 338 рублей. Угу. Кристина. О, сейчас зайду к девушке и попрошу. Ну, девушки-то женщины, материнский инстинкт должен сработать и, может быть, хоть сколько-нибудь она даст на чай. Ха-ха. Что это за пакетики? Я как дед старый, короче, с пакетиком каждый. А что в пакетике? Здесь пластиковые карточки. Ну, чтобы... Бывает, что дождь идет, нога потеет. Просто если я возьму с бумажника, у меня просто толстые вот такие будут вяжки, и некрасиво будет. Я хочу быть красивым. А что, ты оплачиваешь за свои деньги? Нет, это корпоративно. Тут такая система... То есть, ты оплачиваешь заказ... А, серьезно? Да. Спасибо. Сейчас нам повезло, очередь небольшая. Вообще стараются обслуживать без очереди. А я частенько вижу, что в Макдаках и в КФСшках есть специальные отделы, где, типа, отдел для курьеров. Прямо написано. И они подходят, прям без очереди туда. Да, бывает такое, но иногда... Ну, там, опять же, зависит от менеджера. То есть, он может сказать, что обслуживайтесь, там, согласно очереди. И ты стоишь, ждешь. То есть, время идет, ты можешь опоздать, тебе будешь граждать. Спасибо. Какие-то пломбы, пломбы. Запечатанные. Ну, бывает такое, что вот так вот берешь, он может отклеиться. И ты можешь случайно, нечаянно съесть, да, это просто... Нет, вообще, даже не помолошу. Ну, давай меняться, окей, да. Держи ютубовский рюкзак. Я понесу первый заказ. Блин. Сейчас у Сани скина потеет. Если мне идет зеленый рюкзак, друзья, обязательно ставьте лайк. Ну, я все равно, конечно, не буду работать в Delivery, но все равно ставьте лайк. В общем, мы забрали заказ из KFC-шки. Рюкзак уже у меня на спине. На самом деле, вот что я тебе хочу сказать, Олег, этот рюкзак у вас намного удобнее, чем в Яндексе. Вот я не знаю, может быть, он новее, может быть, еще какие-то причины. Это новее, мне повезло с этим. Ну, то, что еще сзади, там есть специальная подкладка такая. Ну, меньше спина потеет, но все равно, даже с ее наличием, все равно, ну, ты почувствуешь, что у тебя мокрая будет спина. Раньше рюкзаки вообще ужасные были. То есть, там, вообще жесть. Это как будто сковорода к спине прислонена. О, привет, друзья. Хочу вам сообщить очень важную и полезную информацию. Короче, я с друзьями запустил новое шоу, оно называется 4 плюс 1. Короче, там мы обсуждаем все свежие новости за неделю. Ссылочку я оставлю в описании. Обязательно после просмотра этого ролика переходите, подписывайтесь и ставьте лайк. Пожалуйста. В общем, друзья, сейчас я попробую выклинчить, ну, хоть сколько-нибудь чаевых. Охренеть с рюкзаком-то, вообще тут неудобно прям. Медально неудобно. Так, а что нажимать? Не, я уже нажал, что прибыл, и такая надпись «Вы успели вовремя». Молодец. Похвалили, да? Да, а если не успеваешь, там написано «Красная полоса» и, типа, такой дизлайк «Вы не успели». Ну, это, типа, штраф. Понятно. Все, друзья, я понес заказ. 276. Здрасте. Здрасте. Доставка. Да, вас прошу. Так. Так. Псишка. Псишка. Псишка, а не можете дать мне ничего на чай? Хотя бы там 10 рублей? Нету. Ничего нету? Ну, ладно, спасибо. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Собственно, первый блинком, хотя заказ нормально, быстро отнесли, но на чай не дали. Ну, ничего поделать, можешь в следующий раз дать. Ну, все, Олежа, дай пять. Мы сделали первый заказ. Чаевые не дали, ни хрена. Ну, и бог с ним. Бог с ним. Следующий заказ, который я отнесу. Я попрошу еще раз чаевые, и если мне не дадут, я попрошу у них еду. Я попрошу, скажу, а есть что-нибудь поесть? Я просто ничего с утра не ел. И реально мне будет интересно, ну, сжалится кто-нибудь над доставщиком? Ну, типа, вот прямо скажу, блин, может что-то поесть дадите, или водичка хотя бы есть. Ну, посмотрим, если чай не дают, надо что-то другое просить, понимаешь? Интересно, как люди отреагируют. На что потратил косарь, который я дал тебе на чай? Я просто всего-навсего закинул их на кредитку и погасил долг перед банком. Хорош. Это, кстати, правильный выбор. Многие бы потратили, знаешь, там, просто пошли бы похавали, я не знаю, в тот же самый Токио-Сити, а ты... Расскажи немножко о себе, откуда ты вообще, откуда приехал, чем занимаешься? Все детство и часть юности провел в маленьком городе Абдулино, это Оренбургская область. Когда ты переехал в Питер? Это 2010 год. Я уже, считай, почти 10 лет в Питере живу. У меня было всего 20 тысяч. Я приехал сюда, ну, нашел, нашел жилье на первое время. Там вообще жесть, конечно, такая была. Там, походу, ну, квартира, в которой убили чела. Там кровь, короче, на этом, на ковре была. Сейчас учусь на сценариста, напишу какой-то сценарий. Ну, там деньги небольшие вообще, то есть я нонейм, то есть меня не знает никто, и поэтому только низкобюджетные какие-то варианты. Что у тебя с мечтой? Есть у тебя какая-нибудь мечта вообще? Я вот думал насчет курсов на Барбера, то есть учиться на Барбера. Ну, пока не получается. А что тебя останавливает? Все в деньги упирается, то есть там курсы могут стоить от 50 до 100 тысяч, в зависимости от Барбера. Ну, я не могу пока позволить себе именно из-за денег то, что... Ну, у меня была депрессия где-то 2 года, и я взял кредиты, в общем, жил. Ну, по сути, нигде не работал, вот, и, ну, набрал себе кредитов. Сейчас расплачиваюсь, поэтому пока не удается скопить. Короче, мы пришли в КФС-шку, сейчас будем также сидеть ждать какие-то заказы. И, ребят, я хочу вам напомнить, что у меня есть Инстаграм. Посмотрите обязательно, мой ник СВОСВО, подписывайтесь, потому что... Друзья, у меня в Инстаграме куча всего интересного. Тут недавно вышли видосы, вот, короче, это надо видеть. Все, кто на меня подпишется, я вас всех лайкну, у кого открытый профиль. Так что, друзья, давайте дерзайте, подписывайтесь. Будем с вами, так сказать, ближе находиться друг к другу. Олег, а что за карта, которой ты оплачиваешь заказ, типа, вот, прямо в КФС-шке? Что это, какая-то корпоративная карта? Можешь чуть подробнее? Да, это какая-то корпоративная карта, видимо, там какой-то депозит, и, ну, оплата идет с него. Они не боятся, что, типа, ну, кто-то из курьеров может взять эту карту просто себе? Боятся, там есть штраф, что если ты пользуешься ей по неназначению, то идет штраф. Значит, это очень смешно. На карточке 5 миллионов, а штраф 3 тысячи. Просто снял себе миллиончик и заплатил штраф за 3 тысячи. Где ты вообще питаешься? Вот если ты целый день на работе, где ты вообще ешь и что ты ешь? У меня вообще, на самом деле, аппетита нет, и я, бывает, могу целый день ничего не есть. И, ну, у меня есть подозрение, на самом деле, что у меня рак желудка. У меня отец умер от рака желудка, и я где-то вычитал, что это наследственная такая штука. И, ну, я так думаю, не знаю, я боюсь к врачам идти, что, ну, выяснится, что действительно мне проще жить с этим. Ну, думаю, что, может, и не рак желудка, может, я тупо нагоняю себе. Ну, вообще, игровая зависимость у меня недавно, как я понял, есть. И я называю это цифровые запои, когда прям вот есть желание, мания такая начать играть там в какую-нибудь игру. Могу на две недели уйти, могу на месяц даже, наверное. Ну, хорошо, в какую игру ты последний раз играл прям очень долго? Ну, в GTA. Салют. У меня заказик. Угу, карточка тоже. Это очень, очень крутая карта. Ты знаешь, это какая-то орел и решка прямо я так себя ощущаю. Спасибо, спасибо. Короче, я подумал, что заказ большой, и в этот раз, я думаю, что вполне могут дать какие-нибудь чаевые. 286. День добрый, доставочка. Здрасте. Здрасте. У вас не будет ничего на чай? Не сможет, что это лучше вообще? А может быть, водичкой дадите попить или что-нибудь? Водичкой? Водичкой, да. Ну, в уголе есть. Может быть, да. О, спасибо. Это не крот? Шик, спасибо. Пока-пока. У него, знаешь, в голове такое, типа, дать, не дать, дать ему воды, не дать. Знаешь, какие там прям модем заработал у него в голове. Ну, в общем, дал попить воды, хотя изначально, видимо, не очень хотел, но все равно красавчик. Я, на самом деле, реально пить хотел. Слушай, а вот если тебе, например, не хочется относить заказ, ну, типа, вот тебе пришел заказ какого-нибудь KFC, и ты, блин, ну, не знаю, у тебя живот болит, да? Что? Ты можешь отказаться вообще? Что ты можешь делать? Вообще отказ должен быть обоснованным. То есть я не могу отказаться и относить из другой отправной точки, но со своей не могу. Ну, если болит живот, они требуют там показать справку, сфотографировать. Типа, сфотографировать что-то, блин, говехи свои, я не знаю, типа, или что, ну. А если ты не выходишь на работу, какой штраф? Штраф. Не выход, по-моему, 2000. За отсутствие формы 3000 штраф. А у тебя было когда-нибудь такое, что ты не выходил на работу и получал 2 косаря штрафа? Не, не было. Я всегда выхожу. Покажи мою спину. Ну, друзья, ну вот, пожалуйста, работа в Delivery Club. Просто вся спина мокрая, просто нереально жарко. И в этот же момент дует лютый холодный ветер. То есть я не знаю, как это описать. Это состояние как бы из жары в холод, просто в дикий. У меня есть ветровка, но я ее снял, потому что в ней нереально жарко. Я снял ветровку, мне стало холодно, но и одновременно стало жарко. Вообще, что за хрень? Олег, расскажи, пожалуйста, ты говорил, что ты впадал в какую-то депрессию на 2 года. Можешь чуть-чуть подробнее про это? Ну, я так понимаю, это кризис среднего возраста повлиял. Ну, какие-то факторы повлияли, там, расстался с девушкой? Ну, я развелся, я был женат, я развелся. И работа мне перестала приносить удовольствие. И, ну, захотелось вообще что-то поменять. И, ну, там мысли такие стали. А вообще с мыслью жизни, бытия, вот такие размышления. Ну, это все так, на самом деле, выбивает из колеи, когда ты просто начинаешь угасать и увидать, у тебя нет сил. Ты просто ложишься и перестаешь что-то делать, с кем-то общаться. То есть все, что раньше приносило удовольствие, уже тебе это не приносит. У тебя были мысли какие-нибудь, типа, суициды или там? Ну, вообще я близок был к этому. И я так понимаю, что меня, скорее всего, остановило то, что у меня мать есть. И не хотел ее расстраивать. Как ты вышел с этой депрессией? Что тебе помогло? Я просто уже понял, что я дошел до того момента, когда уже либо я что-то начинаю делать, либо уже, ну, настанет тот момент, когда уже все будет слишком поздно что-то менять. Ну, у меня уже был огромный кредит, я жил на деньги заемные. Ты кредит взял во время депрессии? Нет, еще до. То есть у меня были планы учиться, что-то получать, что-то новое. И в какой-то момент я, видимо, не справился с жизненным ритмом. А были люди рядом с тобой, когда у тебя была депрессия? Нет. То есть ты вообще был один? Я был один, и я как-то замкнулся. То есть, по сути, ну, я никого не виню в этом. То есть все, что со мной произошло, это лишь моя вина. А почему развелся? Что случилось? Ну, скорее всего, опять же, я во всем виноват. И моя игровая зависимость, то есть я стал меньше уделять времени семье, жене. А ты сейчас не общаешься с женой? Ну, нет. То есть вообще прям? Она меня даже из друзей вдалила. Короче, я подумал, что, друзья, давайте поможем Олегу найти реально тебе девушку. А что, нормальная же тема? В общем, если вы хотите быть девушкой Олега или дружить с Олегом, я оставлю в описании ссылку на Олега, на его ВКонтакте. И, собственно, пишите ему, общайтесь с ним. Может быть, что-то, ну, что-то да получится. А что, вдруг реально судьба? Пришел заказ, если, ну, не слышишь, не принимаешь, то звонит диспетчер. А что это за телефон? Это телефон, я называю это фонарик с функцией вызова. Это просто жесть. Сейчас. Вообще, тут электрошоп встроенный? Нет, фонарик. Смотри, я сейчас без очереди попробую. Ну, давай, это прям, это прям крутой. Ну, что, мы с Олегом забрали заказ, и сейчас я попробую, мало того, что попросить чаевые, я еще попрошусь в туалет у женщины. Посмотрим на ее реакцию. Ну, реально, ну, а что делать, если вот, например, ну, реально приспичило? Ну, вот прям, ну, не в парадной же это делать, да? Какой этаж. Это... Чайный пятый. Без лишних вопросов. Просто без лишних вопросов. Ой, здрасте, здрасте. Это я вам принес еду. Да, нас обязали теперь всех снимать. Вот мы доставляем, чтобы недавно слышали историю про доставщика. Да, послышала. Вот, поэтому теперь нас обязали снимать. Вот, ваш заказ. Вот, ваш заказ. А вы не дадите мне 10 рублей на чай? Нет. Нет? А, может быть, туалет пустите? А это тоже не надо. Блин, жаль. Просто очень живот болит. Сожалею. Не пустите, да? Ну ладно. Слушайте, у нас вода прифиль. Меня Олег звать. А, меня Олег. А, меня Леня. Слушай, я тут снимаю про Яндекс и Деливери. Я хотел бы, чтобы вы пообщались, а я тут задал вопрос. Нормально? Окей, друзья. Давайте определяться, какая доставка и где лучше работать. Яндекс или Деливери? Это дебаты, знаете. Я думаю, в Деливери лучше. Давай, плюс Деливери. Давай, Деливери. Плюс Деливери. Оплата в час 100 рублей. Ответ. Оплата в час 75 рублей. Ага, точно. Здесь выигрывает Деливери. Хорошо. Все выигрывает. Хорошо, второе. Я могу работать рядом с домом. То же самое. Можно гибкий график рядом с домом работать. 2-1 пока. Хорошо. Еще плюсы какие-нибудь? С 3-х километров побольше оплата 40 рублей. Ну, ничего себе не у нас такого нету. Хорошо, давай, Олег. Продолжай. Коллектив нормальный, можно с ребятами общаться. Интересно, слушай. На самом деле, я посмотрел. Мне кажется, все-таки коллектив Яндексе более такой разбавленный. Но я, в принципе, не могу сказать, что в Яндексе плохой коллектив. Тоже все замечательно в этом плане. Поэтому... В этом случае, да, в этом случае ничья. Можно, как ты работаешь, то есть выбрать один рейстик. Да, да. И там, допустим, ну, если тебе нравится читать и, ну, готовиться к экзаменам, там, либо к учебе, то есть немного заказов на точке, то есть ты можешь работать на них. Не, ну, здесь у нас, конечно, такого нет. Могут дать все достаточно рандомно. Могут, допустим, отсюда дать удельную, там, пионерскую. Я вот работал в Яндексе, и это просто жесть. Реально, то есть в Яндексе мы ходили просто 3-4 километра пешком, и это было очень трудно. Окей. Ну что, друзья, время практически 6 часов. Наша смена подходит к концу. Сколько мы сегодня с тобой, Олег, выполнили? Три заказа? Три заказа. Давай посчитаем, сколько вот за три заказа у тебя реально получается бабок сегодня. 7 часов и плюс 150, 950 рублей. 950 рублей ты сегодня, короче, заработал, да? На чай никто ничего не дал. Ты вообще смотрел мой канал до этого? Ну, то есть, ты знаешь, чем я занимаюсь на канале, что я делаю? Я не все видео смотрел, да, так-то я посмотрел вот с этим парнем с Яндекса. Посмотрел с Длиннобойщика. Ну, ты знаешь, в чем смысл каждого моего ролика? Делаю из добра. Ну, в целом, да, жизнь на прокачку называется. Во, вот так, супер. И в кепку надевай сверху. Вот, а я тебя поведу. Привидение. Что ты сейчас испытываешь? Замешательство. Замешательство. Так, сюда направо. Направо. Сам понимаешь, работа, ну, в Delivery, ну, такая, это дичь. Ну, вот. И тебе нужно в любом случае менять. Поэтому снимай. Шарп. Снимай, снимай. Ты хотел... Ты хотел стать барбером, вот. И, как бы, ну, чувак, надо становиться барбером, менять работу. Поэтому, как ты и хотел, мы... Проходи. Знакомься. Стоиция для тебя. От Вудстом Барбершоп и от Саши Жучкина. Бесплатный курс обучения барберинга. Чтобы ты воплотил свою мечту и стал барбером настоящим. Как ты и хотел, поэтому... Олег, переживай. Ну, что ты... Ты все... Я сейчас сам заплачу. Да, Олег, дай тебе водички человеку, пожалуйста, срочно. Пожалуйста, тебе водички. Спасибо. Вот. Мне просто добро... Я не знаю, я в последний раз плакал на могиле брата только. Блин, мужчины не плачут. Я не знаю, что за мной. Ты просто очень рад. И очень тронут. У меня даже слов нет. Ну, все, у тебя начинается, собственно, новая жизнь. Ты, как и хотел, будешь барбером, будешь делать крутые стрижки. Ну, если что, на крайняк уйдешь в Яндекс работать. Или это мастер, который будет тебя обучать. Кстати, самый лучший мастер в городе. А вот я верю. Ну что, готов приступить к первому твоему занятию? Прямо сегодня, прямо сейчас? Да, готов. Слава, я тут подумал, может быть, дадим ребятам скидку в твой барбершок какой-нибудь? Что думаешь? Да, конечно, без проблем. Я предлагаю сделать 10%, даже давай так 15% по промокоду Саши Жучки. Блин, ссылки оставлю все в описании. Я тут сам стригусь, если что. Пожалуйста, только не на лосо, ребят. Хотя, если мы наберем 20 тысяч лайков, я реально постригусь на лосо. Вот прям отвечаю. Ребята, пожалуйста, 20 тысяч лайков. Это несложно. Я очень сильно хочу, чтобы Саша постригся на лосо. Блин, вот будет очень круто. Я уже постоянно ему об этом говорю. Постригись, как я. Он не хочет. 20 тысяч лайков поставите. Да в жизни не соберем 20 тысяч лайков. Просто в жизни. Ты что? Давайте вам докажем обратное, а? Ну, его нет. Ну, его нет. Парня тут мокренькой кисом. Мокрой киской? Киской. Это, кстати, нет меня. Нет меня. Та-та-та! Слава! Я просто шокирую, но у меня даже слов нет, веришь, нет. Мне кажется, ты сейчас в каком-то трассе. Да, да. Я просто поражен, что встретил тебя, и что ты мне предоставляешь эту возможность. Ребята так отнесли, когда я к этому, когда это увидел, я просто как будто по голове получил такое ощущение, но я как-будто сейчас в пространстве какой-то нахожусь. не забывайте, что я читаю практически все комментарии, и пишите обязательно, о чем вы мечтаете, потому что, возможно, именно вашу мечту я исполню в следующем выпуске. Ну вот, а я сегодня заколебался, вот, и пойду спать, наверное, что-то осталось. Все, пока. Олег, какие плюсы вообще в работе, в деливере ты можешь вот это прям быстро назвать? Ходить полезно, шишка стоит. Субтитры сделал DimaTorzok